В общем, не специалист по игре в меньшинстве, да в общем и Кесл, хотя в этом году очень сильно прибавил с точки зрения умения играть в обороне, всё равно в первую очередь остро атакующий, именно нападающий. Но сейчас в ситуации, когда даже вчетвером играя надо стремиться к чужим воротам, понятно, что появление Кесл логично. Сейчас Гробовский и Кулемин, пара нападающих, которые обороняются у Торонто. Вашингтон продолжает атаковать, делает это с комфортом. Уайдмен! Сегодня день Уайдмена. Третья шайба, четвёртая набранная очко, и четвёртая при этом шайба Вашингтона в большинстве с ума сойти. Честно говоря, четыре шайбы в большинстве, и все четыре при непосредственном участии одного и того же человека, Денниса Уайдмена. Да. Ну что ж, теперь, по крайней мере, с победителем этого матча вопросов, наверное, нет. Давайте про Уайдмена чуть поподробнее я вам расскажу, про то, как переходил он из Флориды, я вам рассказывал. Теперь давайте чуть даже пораньше отмотаем. В 2002 году, в восьмом раунде драфта, драфта Баффало выбрал его по 241 номерам. Затем перебрался он в Флориду, простите, и за, соответственно, третий раунд драфта.